Здравствуйте, ребята! Я вновь приветствую вас на уроке биологии. Мы продолжаем изучение растительного мира. Тема сегодняшнего урока – клетка – это единица жизни, строение растительной клетки, ткани и их роль в жизни растений. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с наукой цитологией, узнаем о клеточной теории, изучим строение и роль ткани в жизни растений. Цитология занимает центральное положение среди биологических дисциплин. Она изучает одноклеточных животных и растительные организмы на клеточном уровне. Объектом изучения цитологии являются клетки многоклеточных животных, растений и человека. Во все времена люди пытались проникнуть в сокровенные тайны природы, познать то, что не видно на первый взгляд. Но для ученых прошлого клеточное строение живых организмов было не таким очевидным, как для современных ученых. Не было главного прибора для изучения микроскопически малых объектов – микроскопа. Сегодня трудно представить деятельность ученого без микроскопа. Микроскоп широко применяется в большинстве научных лабораторий. Использование этого прибора позволяет делать научное открытие. Именно благодаря микроскопу появилась цитология. Первоначально исследователи обнаружили в клетке лишь клеточную стенку вокруг полости. В последующие годы ученые постепенно выяснили важную роль других частей клетки. Уже в начале XIX века в представлениях о строении клетки сильно изменились. В ботанике утвердился взгляд на клетки как на структурные единицы. В 1831 году английский ботаник Роберт Броун обнаруживает в клетке ядро и считает эту структуру главной частью клетки. После этого открытия все клетки стали делить на прокариотические, то есть безъядерные, и эукариотические, имеющие ядро. Чешский ученый Ян Пуркине открыл вязкое коллоидное и упорядоченное вещество, которое заполняет клетку. Это вещество он назвал протоплазмой, что в переводе с греческого обозначает первое образование. В дальнейшем появился термин цитоплазма. В конце XIX века цитология стала развиваться быстрыми темпами. Важным событием стало описание постоянных частей клетки, которые назвали органоидами. Клетка — это кирпичик жизни, это удивительный и загадочный мир, который существует в каждом организме, будь то растение или животное. Иногда организм представляет собой одну клетку, как, например, у бактерий, но чаще он состоит из миллионов клеток. Теодор Шван. Все живые существа на Земле, за исключением вирусов, состоят из клеток. Организмы могут быть одноклеточными и многоклеточными. Каждая клетка живого организма выполняет определенные функции. От функции, которые выполняет клетка, зависит ее строение. Обязательные компоненты клетки — это плазматическая мембрана, цитоплазма, генетический аппарат, который отвечает за реализацию наследственной информации. Остальные компоненты клетки у разных организмов различные. Выявленные закономерности в строении клеток различных организмов легли в основу клеточной теории. Клеточная теория — это одно из фундаментальных обобщений в области биологии. Теория утверждает единство органического мира, в котором клетка рассматривается как общий структурный элемент живых организмов. Клеточная теория позволяет понять закономерности живого мира и развитие эволюционного учения. Созданию клеточной теории предшествовало много научных биологических открытий XVII и XVIII веков. В это время появилась плеяда прогрессивных естествоиспытателей, которые пытались проникнуть в сокровенные тайны природы. Это время в науке было наполнено новыми открытиями, фактами и противоречиями. К началу XIX века взгляды ученых орули клеток в строении организмов расширились. К этому времени были опубликованы труды многих ученых-биологов. Немецкий ученый Франц Мейен в 1830 году описал растительные клетки. Он открыл, что они бывают одиночными, как у водорослей, или же могут образовать сложные растения, соединяясь между собой. Уже в то время Мейен предполагал наличие обмена веществ в каждой клетке. Французский ученый Пьер Тюрпен обнаружил превращение клеток в проводящие элементы растений, а английский ботаник Роберт Броун описал ядро как составную часть клетки. Английский ученый Неэмия Грю ввел в науку термин «ткань» для обозначения совокупности однородных клеток. Обобщить все знания о клетке решил немецкий биолог Теодор Шван. На это его вдохновила теория образования клетки немецкого ботаника Матиаса Шлейдена. В 1839 году Шван формулирует клеточную теорию. В предисловии к своей работе он написал «На дворе уже 1839 год. Знаменитый год в моей жизни. Вот труд, созданный за многие лета моей жизни. Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений». Теодор Шван и Матиас Шлейден ввели в науку основополагающее представление о клетке. Вне клеток нет жизни. Этот труд, позже названный клеточной теорией, содержал три главных обобщения. Теория образования клеток, доказательство клеточного строения организма, распространение этих принципов на рост и развитие животных и растений, создание клеточной теории явилось сильнейшим стимулом к изучению клетки как основы всего живого. Через два десятилетия после провозглашения Шлейденом и Шванном клеточной теории ученый Рудольф Верхов, дополняв ее следующим постулатом, «Всякая клетка происходит из другой клетки. Там, где возникает клетка, ей должна предшествовать клетка подобно тому, как животное происходит только от животного, растение только от растения». Поэтому очень важным дополнением к клеточной теории стало краткое выражение Рудольфа Верхова «каждая клетка из клетки». Питание, дыхание, образование, распад органических веществ – все процессы происходят в клетках одноклеточных и многоклеточных организмов. Каждая клетка способна поддерживать постоянство своего химического состава и осуществлять все процессы, от которых зависит ее жизнь. В многоклеточных организмах работа клеток представляет собой согласованную систему. Это позволяет рассматривать клетку как особую единицу живой материи, как элементарную живую систему. Живой мир нашей планеты необычайно разнообразен, но несмотря на такое разнообразие живой природы, согласно клеточной теории, все организмы имеют одинаковый химический состав и содержат большое количество химических элементов. В состав клеток входит 70 химических элементов из периодической системы Дмитрия Ивановича Менделеева. Такой набор образовался не случайно. Живые организмы зародились в водах Мирового океана и поэтому состоят из тех элементов, которые образуют легкорастворимые соединения. Химические вещества живых организмов делят на два больших класса – неорганические и органические. К неорганическим веществам относятся вода и минеральные соли. Вода считается одним из самых важнейших компонентов клетки. Ее содержание в разных клетках отличается. Например, в клетках зуба человека воды 10%, в клетках головного мозга 85%, в организме медузы 95%, в сухих семенах растений воды содержится 12%. Вода – это соединение кислорода и водорода. Молекулы воды взаимодействуют с разными веществами. Вода является хорошим растворителем для органических и неорганических веществ. Таким образом, вода – это не просто неорганическое соединение, а необходимое для жизни вещество. Но вероятно, что человек владеет еще не всеми сведениями о воде. Антуан де Сент-Экзюпери писал, вода. У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Тебя невозможно описать. Тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое. Неорганические вещества в клетке – это минеральные соли в виде ионов или твердых нерастворимых солей. Роль минеральных веществ огромна. Они поддерживают постоянство внутренней среды, регулируют поступление воды в клетку. Нерастворимые минеральные соли являются составной частью костной ткани животных и человека – раковин моллюсков. Соли могут накапливаться и в клетках растений. Соли кальция в клетках растений образуют кристаллы в виде игл или ромбов. В состав клеток входят и органические соединения, характерные только для живой природы. Главными органическими веществами являются белки, углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты и аденозин – трифосфорная кислота. Основной частью любой живой клетки являются белки. Классическое определение Фридриха Энгельса гласит, что жизнь есть способ существования белковых тел, и оно определяет значимость белков в живом организме. Живые организмы таким образом состоят из неорганических и органических веществ. В совокупности они обеспечивают жизнедеятельность организма. Все живые организмы на имеют клеточное строение. Клетки различаются по форме, размерам, функциям. Клетки бывают гигантские и мелкие. Самые маленькие клетки у бактерий. Некоторые кокки имеют размер всего 0,2 микрометра. Клетки чешуи лука хорошо различаются через лупу, а клетки мякоти арбуза и цитрусовых растений видны невооруженным взглядом. По признаку наличия ядра клетки делятся на две группы. Клетки, в которых нет ядра, являются самыми древними и называются прокариотическими. К прокариотам относятся клетки бактерий и сине-зеленых водорослей. Клетки, имеющие ядро, называются эукариотические. У большинства живых организмов эукариотические клетки. Эукариотическая клетка имеет два важных компонента – ядро и цитоплазму. В цитоплазме находятся органоиды и включения. Органоиды присутствуют в клетке постоянно, а включения являются временными образованиями. Ядро является главной структурой клетки и играет важную роль в ее жизнедеятельности. Если из клетки удалить ядро, она прекращает выполнение всех функций и гибнет. В большинстве клеток одно ядро, но встречаются и многоядерные клетки, например, у зеленых водорослей. Цитоплазма представляет собой вязкое гелиообразное вещество, которое на 85% состоит из воды. В цитоплазме располагаются различные органоиды клетки – органические и неорганические вещества. В ней протекают все процессы обмена веществ. Клеточный центр или центросома играет важную роль при делении клетки и состоит из двух центриолей. Она встречается у всех клеток животных и растений, кроме цветковых, низших грибов и некоторых простейших. Эндоплазматическая сеть в цитоплазме представляет собой мембраны, которые связывают органоиды между собой. По ней происходит транспорт питательных веществ. Эндоплазматическая сеть в клетке бывает гладкая и гранулярная. На мембранах гранулярной эндоплазматической сети в большом количестве располагаются рибосомы. Рибосомы – это мелкие органоиды, которые состоят из рибонуклеиновой кислоты и полипептидов. Важнейшая функция рибосом – это синтез белка. Их количество в клетке велико – тысячи в прокариотических клетках и сотни тысяч в эукариотических клетках. В клетке находятся и митохондрии, которые иногда называют клеточными электростанциями. Митохондрии могут изменять свою форму и перемещаться в те области клетки, где потребность в них высока. Каждая митохондрия окружена двумя мембранами. Универсальным органоидом эукариотических клеток является лизосома. В лизосомах находится около 40 видов ферментов, благодаря которым лизосомы способны расщеплять сложные органические вещества на более простые. Лизосомы также участвуют в разрушении некоторых запасных питательных веществ, а также макромолекул и утративших свою функцию органоидов. Комплекс Гольджи расположен вокруг ядра и имеет форму сложной сети. В клетках растений и простейших комплекс Гольджи представлен отдельными тельцами серповидной или палочковидной формы. В состав комплекса Гольджи входят цистерны, трубочки и мелкие пузырьки. Все эти элементы составляют единый комплекс. Комплекс Гольджи выполняет много накопления и сортировка хранения органических веществ. Мембрана разделяет клетки между собой, обеспечивает обмен веществ между цитоплазмой и внешней средой. Она покрыта прочной клеточной стенкой. Пластиды есть только в растительных клетках и встречаются у большинства зеленых растений. В пластидах синтезируются и накапливаются органические вещества. Пластиды делят на хлоропласты, хромопласты и лейкопласты. Для растительных клеток и клеток простейших организмов характерны вакуоли. Вакуоли представляют собой ограниченные мембраной полости. У растений вакуоли заполнены клеточным соком, который выполняет запасающую функцию. Рассматривая под микроскопом срезы различных органов растений, ученые замечали, что клетки расположены упорядочно, они как будто образуют узор. Так были открыты ткани. Что же такое ткань? Ткань – это группа клеток, сходных по своему строению, по выполняемым функциям, окруженные межлеточным веществом. Ткани возникли у высших растений в связи с выходом на сушу и наибольшей специализации достигли у покрытосеменных, у которых их выделяют до 80 видов. Важнейшими тканями растений являются образовательные, покровные, проводящие, механические и основные. Они могут быть простыми и сложными. Простые ткани состоят из одного вида клеток, а сложные состоят из различных по строению клеток, выполняющих кроме основных и дополнительные функции. У растения выделяют пять видов тканей – образовательная, покровная, основная, механическая, проводящая. Начнем все по порядку. Что такое покровная ткань? Покровные ткани – это наружные ткани, защищающие растения от внешних неблагоприятных воздействий и регулирующие сообщения внутренних тканей с внешней средой, поглощение и выделение веществ, газообмен, транспирация. Транспирация – это испарение воды листьями. Механические ткани обеспечивают прочность растений, состоят из толстостенных клеток, часто с одревесневшими оболочками, что позволяет растению противостоять различным механическим нагрузкам. Проводящие ткани служат для проведения воды, растворов минеральных и органических веществ. Основная ткань или фотосинтезирующая, запасающая, в клетках этой ткани создаются или накапливаются питательные вещества. Образовательная ткань – меристема. От греческого «меристос» – ткань растений, течение всей жизни, сохраняющая способность к образованию новых клеток. За счет меристемы растения растут, образуют новые органы – это листья, стебли, корни, цветки. Из производных меристемы образуются постоянные ткани растений, такие как покровные, проводящие и другие. Итак, что же мы узнали о тканях? Ткань – это группа клеток, сходных по строению и по выполняемым функциям. Растительный организм образует основную, проводящую, механическую, покровную и образовательную ткани. Каждая ткань выполняет определенную функцию, но тесно взаимосвязана с другими, обеспечивая жизнь и развитие организма. Таким образом, организм является единым целым. Итак, ребята, всем спасибо за сегодняшний урок. До свидания, до скорых встреч!